Продолжим. Сейчас мы познакомимся с еще одним понятием, с одним новым термином, который когда-то не все войдут в учебнике, потому что выхода нет, или войдут, или садов не будет. Я назвал его запас прочности в растении. Существует ли он, еще раз говорю, в этих, суток не кончали, вот, и давайте поговорим, что такое запас прочности. Дело в том, что к нам попадают деревья с юга, или адаптируются, или погибают, или ведут мученическую жизнь. И бывают редкие-редкие исключения, вот они меня навеяли. Вот перед вами Хагнистана, вот, привитая, посмотрите, в самом низу, вот она, прививка, вот, в центре, вот это, это самое, вот это вот, Вишнесибирская штаба, чуть-чуть ее обогнала, черешня, так, вот она. А вот эти вот побеги все, уродливая, да, смотрите как, они уже здесь под земли. Несмотря на то, что в основе подвоем находится, я просто один из примеров, сейчас подведу вас к этой мысли, Вишнесибирская штабовая, так. Она все-таки, так же, как и Вишня степная, которую вы видели выше, да, она имеет свойство давать отвостки корневые. То есть, она так же, ну, как бы, просто вариант такой, где-то были места немножко другие, стала она штабовая, корень она имеет, ну, пусть она не такой, как, допустим, у Степной, которой всего-то кустали, 20,5 метров. А здесь видели эти мощные черешни, да? На черешни мы провели детство, мы дети, на Украине проводили детственные черешни. Представляете, какое-то мощное дерево, если вы лазили по скелетным веткам и собирали черешни, и прям ели гостями. Вот, и вот это нам помогло. То, что она дала отводки, осталось проверить, в этих отводках есть гены черешни? Ведь это же Вишневая отводка, вот со всех сторон окружена. Проверили, вспомните, Калининград, еще, еще раз вернемся к этому. Как назывались черенки, которые я высылал в Калининград? И еще, вот, вот отсюда. Вот они, вот они, смотрите. Отрезал и высылал. Заработал немножко денег, копейку. Вот, и они привили, и получили что? Вот, в одном случае, роскошную вишню. Но уже не вот этого дикаря. Ну, тоже, может считаться герберидом, дюком, причем, вегетативным, которых нет в природе. А вторая получилась черешневая. Вот и все. А начиналось с чего когда-то? Когда Новому Русскому продал первое черешне, привитое на вишню, и у него из пяти, три стало вишнями из черешни. То есть, обратный процесс. Это все интересно, с лучшей точки зрения, только науку считает, что этого не существует. Поэтому, это не интересно. Ну, мы любознательные, мы с вами сидим. Вот, последний из маникан, через год у нас будет меньше. Это с каждым годом тенденция. Вот. Такая. И вот, значит, к чему я все это говорю. Еще немножко продам черешни. Ну, сколько у меня веточек? Десять я нарезал. Вот так. Вот. И, естественно, что кто-то это приведет. У кого-то может получиться вишня, у кого-то черешня, у кого-то черешня. У кого-то черте что. Вот это я хотел сказать. А почему я хотел сказать так? Вот это черешня, это... Ну, когда же оно будет? А, вот. Она не имеет... Это еще одно дерево. Следующее. Оно тоже засветает. Оно тоже дало плоды в этом году. Оно не имеет права жить в Сибири. Вообще. Живет только благодаря вот этой вот самой... Сейчас, момент. Вернусь. Благодаря вот этому подвою. Так. Какие-то... Кое-что передала вот этим самым. И... Как я назвал термин новый? Запас прочности. Если вы черешню привезли с юга, Она сто процентов замерзнет. Не девяносто, а не восемьдесят. Сто процентов. Возьму теперь косточки с нее. Я их косточки продаю. И той вишни жуковской. И там, где на черешню в ней... Мы это проходили. Так. И есть у меня одно дерево вишни чистое, Которое... Вишня... В Шеверской штабовой. У меня тоже есть гены черешни. И плоды на ней съедобные. Тоже мы это проходили. Вот. Многое все проходили. Я хочу сказать, что все эти деревья попорчены. Но у них есть одно качество. Чего нет в Южной. Запас прочности. Вот это новый термин. Мы... Я, допустим, мужчинец к фамилии. Мы создаем запас прочности. Вот. Ну, а дядя Ваня, который я как бы там написал... Выдал еще один фильм. Федевр, который я не смотрел, а заглавлен. Культичность Валерия Железова. Вот он, мой культичность. Так. Эх, дядя Ваня. Лучше бы ты на нашу сторону перешел. Столько людей смотрят и будут убивать деревья. Ой. Знаете, что мы сейчас делаем? Так. Нет. Раз мы говорим про запас прочности. Дело в том, что... Виноватый не дядя Ваня. Дядя Ваня-то ладно. Сейчас я немножко покажу вам. Сейчас немножко покажу. Ну, конечно, все это было заранее заготовлено. Вот. Мне... Не хочется... Ну, человек виноват в чем? В том, что уже все. Он уже обратился ко мне. Он сказал, что все. Пожалуйста, объясните, почему. Фильм истеричный. И тут же рядом соседний фильм, где он улучшит убивать деревья. Вот. Видите, вот дядя Ваня. Сейчас смотрите. Я отвлекусь, потому что это уже как бы третий вебинар. Но это не то, что я лишний раз потоптаться хочу. Вы понимаете? Вот он, значит, садит, да. Видите, он не убрал его. Мы сейчас не будем его открывать. Я-то думал, он их ликвидирует там. Ну, не то, что голову пеплом посыпит. Ну, еще и шанс перейти на мою сторону. Снова начать с нуля фактически. Ну, уже с умом. Вот. Смотрите, что получается. Вот он стоит. Под ним нету никакого лозера, никакого этого нету. Под ним, еще раз, это очень важно. Почему? Потому что, кто было 100 человек, да? Сейчас уже 400 просмотров. Количество людей, которые, ну, доверчивых, увеличится. Смотрите. Я специально, это спасибо Киселеву, он эту тему поднял. Попытаясь, попытался, так сказать, даже вступиться за меня. Чтобы я за его широкими плечами не очень-то, это, морально пострадал. Я подобрал вот эту. Смотрите. Итак, дядя Ваня. Вот он. Он берет, устилает много-много рядов. То есть, непроницаемых, непромыкаемых. Там шифер этот самый, пластик, много чего. Железо тоже листовое. Не какой-то там крупинками, листовое. Все это топтал-топтал, получил этот штор. Полностью перекрыл путь в воде 100%. То есть, 200-300%. То есть, насквозь не просочится. Смотрим сюда. Вот это вот, когда встречает такой, вот видите, это абрикос. Абрикос, когда встречает такое, и любое нормальное дерево, когда встречает препятствие, а в нем в фильме шла про абрикосы, вот. Он делает вот так. Обходит. И потом, ну, наверное, вот этот. А дальше распространяется во все стороны. Его дело захватить, как можно, большую площадь. Так, они захватчики, все деревья. От этого зависит благополучие. И потом, что... Один из корней, обойдя препятствие, выйдя за предел этой ямы, вот, допустим, посадил, выйдя за предел ямы, но все равно пойдет, я вырежу вернуться к этому. Мне все кажется, что в прошлый раз немножко, не то, что плохо объяснил, ну, что-то какой-то нюанс упустил. Вот. Обошло и пошло. Вот. Но так рассуждали те, кто думал, как? Вот если вот так вот сделаем, загородим, корни тут в этом объеме останутся. Долго останутся. И они никогда не сгниют, потому что люди заранее знают, что там вода. Там под ним. Но не в виде, еще раз, помните, я говорил, там вода в виде губки. То есть, чем ниже, вот, теперь смотрим на левую фотографию, чем ниже, тем более насыщенная, видите? Вот. А дядя Ваня не вдомек, что, вот когда он такой же, ну, в принципе, тот же, да? А таких у нас миллионы научены. Они же не знают, для чего вот это дело. Она делась наоборот. Вот это. Ну, я вам уже все это рассказывал. Три варианта. А вот это самый гневый вариант. Почему? У засту, это. А дядя Ваня, он думает, как? Там копнул, а там вода. Он считает, что она там стоит все время. Нет. Это он ошибается. Там вода все время движется. Она движется, а, сверху вниз. По закону Ньютона. Так. И второе. Куда-то вбок. Ну, тоже по закону Ньютона. Ей же надо стекать. Давление атмосферное давит. Она, это самое, сила тяжести давит. Она где-то в виде этих самых ручеечков, капелечков уходит, 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 уходит. Ну, для начала должен пройти дождь. Вот, дядя Ваня, вы понимаете, что? Вы думали, как? Вот она, перекрыли ей дорогу, да? И вот тут сухо. И вот Амрикос будет жить. А получилось наоборот. То есть еще хуже, еще страшнее, как в сказке. Когда вы вот это перекрыли, а вы, если вы, бывает так, человеку, ну, не доходишь. Вода-то с неба падает. Чтобы она оказалась, вот эта вода, она вся до последней капельки, до последнего микроба, или как, до последнего молекул. Она вся с неба. Она тут не стоит. Здесь никогда не бывает стоящей воды. Она вся, перед этим прошел дождь. Она упала. Она, и чем дальше? А теперь она уходит. Дерево этим пользуется. Одни привыкли. Больше сырости, им нужно больше влаги. Другие, наоборот, меньше. И попали в зашедшее место. Да идиотно, 6, на 8, на 12 метров корень пустит. Стержевый. Потому что это их это. А другой сдохнет, потому что он не может дать 90 метров. А здесь что получилось? Вода только сверху. А вы ее взяли и перекрыли дорогу вниз. Теперь она остается. А ее и так избыток. Вы думаете, что раз у вас здесь большой слой, несколько слоев железа, там 10-20 килограмм, там все, что можно было. Я просто не хочу вас позорить, показывать все, что вы натворили. Вот, лишний раз. Вот все это... Она сверху упала. И что? Вы поняли? Вы нагородили вот это все. А она с неба упала. И... Знаила корни. Вот, вот только вот ради этого еще раз. Ну, как еще объяснить-то? Вы понимаете, что... Ведь столько людей наивных. Ну, если бы вы не написали про лайки, я это понимаю. Вам лайки нужны. Я не знаю, зачем они нужны. Я до сих пор не забываю спросить, зачем людям требуются лайки. Ведь из-за этого столько дерьма появляется в интернете. Потому что чем круче, и чем больше мат, и чем больше грязи, тем лайки ставьте. Я этого не знаю. Ну, здесь-то идет о людях, которые ни в чем не виноваты. Вы обратились, я ответил. Ну, разве можно дальше вот это вот держать? Другое дело, конечно, что... Кроме вас еще тысячи таких же. Уничтожают, обрезку делают. Вот, гноят. То есть все наоборот. Вот если бы тут оно было бы что-то... Тогда бы ее надо было бы убрать. Ну, вы же как? Вы помните ваши слова? У меня три раза в этом месте погибло дерево. Трижды садил. Посадили в четвертый раз. Где-то же это было в этот сад. А сейчас, извините, я сейчас расскажу анекдот. Он не про вас, просто он навеяло. А подружка другой жалуется. Представляешь, я... Это... Позавчера пошла в тот дом, меня трахнули. Ты... Я вчера пошла в тот дом, меня опять трахнули. Сегодня снова иду. Вот. Вот так вот, когда вы три раза садили... Это... Я бы даже вот этого не стал говорить. Ну, уберите вот это все. И вот. Уберите. Не надо. Они люди не виноваты, что они вот это будут повторять за вами тупо. Потому что они не знают, что с неба вода падает. А вы перекрывайте ей кислород. Ну, пожалуйста. Ну, как еще к вам обращаться? Ведь вы же всегда нормальный мужик. Я уже к вам так вежу, а все. Говорю, давайте, дружи, давайте, мы все косточки. Ну, вот. У меня только маленький намек, и все. А намек вот он. Разве можно вот так учить людей? Учебный фильм для новичков и для опытных. Это какой опытный будет повторять это? Вот это, знаете, у меня так повезло, что я не копал эту яму. Люди за меня выкопали. Дождь падает с неба. Еще раз говорю. И, а дальше, ой, тему Корнея надо проходить. Но вы же, когда я напишу, сегодня тема Корнея, будет 8 человек меня смотреть. Еще я, может, разговаривался, но у нас круг закончен. Вы уже практически, это, вы знаете, вы в курсе нет, что кто все 50 вебинаров с лишним увидел? Что вы более опытный сейчас, чем любой академик. Даже если вы еще ни одного саженца не посадили. Знаете об этом? Вот. А я еще вспоминаю это самое. Фильм, обычный художественный фильм. Подходит мальчишка лет 10. Ну, у меня вырезается в памяти такое. Я в детстве увидел. Подходит к деду, а дед сидит, он академик, говорит деду. Дед, ну, что ты делаешь? Я книгу пишу. Да, книгу. А, вот. А сколько будет книг таких? Ну, размножено там, тысячи. Да, столько людей будет читать. Нет. Эту книгу прочтут только 8 человек, моих коллег. Все. Вот так вот. Так и тут. Вот. 192 тысячи. Как уничтожать деревья просмотров. Миллион в другом случае, помните. Вот. Три миллиона в третьем случае. И через три дня здесь будет 300 просмотров. Вот. А это. Даже. Даже не двадцать лайками. И то больше просмотров. То есть. Не получается хотя бы плюс на минус. Не спасти нам сады. Так. Сейчас мы с вами продолжим. Уже где. Там, где мы сейчас были. Сейчас, 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 сейчас. А, нет. Это не здесь. А, вот-вот. Жалко все длилось. Ну, в общем, возвращаемся к нашим. Я потерял желтую черешню. Вот. Некоторые проявления. Я, я как делал. Я самый хитрый. Хитрец. С нескольких деревьев я срезал веточки. С дикой. Вишни. Но назвал их дикой. Назвал их не так. Вишни себе скажет. Там у вас генами черешни. Среди них есть вот такая. Рядом растет. Там, где желтая черешня. Была. Погибла. А веточки живы. И там должно быть проявление уже желтизна. Ну, это так, к слову. В общем, мы поняли, что будущее уже не за черешни. Ведь в Красноярске еще холоднее все у меня. Средним на 1-2 градуса. Снимать среднюю зимнюю. Вот. В Новосибирске на 1-2 градуса. Я вам показывал когда-то таблицу. В Челябинске, правда, на 1-2 градуса теплее. Но там черешня кое-где растет. Так. И Красноярск, Новосибирск, Тюбениумск. Да, тоже где-то на 1-2 градуса холоднее еще у меня. Будущее их уже не за черешни. И каким чудом оно мне еще. Сам не верю. Будущее, ребята, вот за этими вот. Вот. Как получилось в Калининграде. Вот. Вишня и черешня это уж настолько близкая родня, что не могут утром быть черешни и к вечеру. Вишня и наоборот. Ну, пусть я немножко. Утрирую. Вот. Вот это чудо не может быть никогда. Самая морозостойкая в мире черешня. Настоящая я. Вот. Вот еще одна. Персик. Привитый. И поэтому и выжил. Вот. Я уже некоторые боюсь комментировать. Знаете, не растет эта суньер востока. Ни жива, ни мертва. Почему попала под крону вот этого, видите. Вот она, вот там. А это огромное дерево. Так оно не кажется огромным. Но это действительно огромное дерево, когда распустят листья. Это красная рябина из леса привезенная. Куда красоты. А теперь вокруг нее ничего не растет. Я вот сейчас пожалуюсь на Елену Александровичу. Подходим с пилой. Ну, с моим другом Лондой Шаруб. Я говорю, давай, не всю уничтожим, а хотя бы вот эту ветку. Как она вцепилась в эту, я говорю, не отдам и все. Ну, что, женщины, что с ним взять. Я давай эту ветку отпилить нам. Ну, не отталкивать же ее было. Вот она осталась. Ну, зато лишняя тень. Зато теперь вот эта не растет. Тут уж выбора нет. Или тень, или не тень. Вот, пожалуйста, наеду самую. Разве можно? А вы знаете, я сегодня больше разговариваю, чем учу. Я школьник. Я увлекся аквариумными рыбками. Достаю книгу. Аж руки дрожали. Книга, там рыбки же эти красавицы. Там все эти скалярии, гупи все читают. И в интере написано. Если, заметьте, если рыба, рыбка, ну вывелась, подрастли, растут. А это много. А много не содержишь. И там идет отбраковка. Если она не соответствует стандарту, вы должны ее усыпить. Как? Ну, например, вылить в раковину. Вот так вот. А откуда же тогда взялась эта красота? Откуда гупи взялись такими гигантскими этими? Почему тогда так написано? А вот Инсанда не отдала мне это самое. Даже просто обыкновенный дикую, самую дикую рябину красную. Кстати, единственный чек заказал. Она поедет к Александру. Уже поехала. А поехала в этот самый, в Казахстан, в Каминогорск, кажется. Вот. Чем она ее привлекла, не знаю. Конечно, красота, когда места много. А я 30 лет, что пытаюсь ее мысленно спилить, и рука не поделась. А тут еще Инсанда. Вот. Со своим гуманизмом. А как тогда от больных деревьев избавляться, Инсанда? А чем больше тени, тем больше болеют. Ну, вот. Опять разговаривался с вами. Идем дальше. Черешня. Вот она. Избита страшно. Ну, она же и плодоносила. Вы видели. Она же и плодоносила. И вот то, чего ненавидят. А я с тех пор, как однажды, сказал себе. Знаете, как это все было? Где-то однажды я прочитал, питаю как губка. Я не говорю, что это истинно последняя станция. Когда прививаете дерево, а все равно же, как снизу что-нибудь полезет, оставляйте. Дерево будет себя лучше чувствовать. То есть, это самое. Ну, тут я посмотрел, где-то граница всего. Оно может просто, я заметил, вот такие вот, собственно, корневые ветки обгоняют, привитые. Потому что они родные. Они это, они пасынки. Вот. Где-то есть граница. Но и в то же время, обратите внимание, на ней вот уже цветы, а на ней, ну, получается, у меня мишня. Не черешня и вишня. Ну, какая? Два раза крупнее. Ой, а здорово же ее кушать можно. Вот за ней будущее в Сибири и в Северной России. Не за черешней. И запас прочности, я знаю, почему я назвал. Теперь черешни, получается, черешня испортила вишню, вишня исполнила черешню. Я это называю, селекция наоборот. Вегетативная селекция наоборот. Что в результате имеем? Мы можем получить косточки, я их получил, с черешни, которая, настоящая черешневая косточка, в которой есть гены дикой, супер морозойкой. Вишни, которая минус 50 по барабану, так? А берем эти косточки уже с черешни. Ну, с вишней мы уже разобрались. И опять получается, а что, ты знаешь, а может быть, когда заплодоносят, не так. Половину окажется с вишневыми листами, половину с черешнями. Половину, значит, будет с плодами не самыми вкусными, с кислинкой, явно вишневая, вкусно улучшенная. А те, которые претендовали на роль черешни, взяли и замерзли. Вот это будет граница. Или до Средней России, до Северной России, где клеммон гораздо теплище у меня, посаженные черешневые косточки, они заботливо заготовлены, а они имеют в основании, они имеют в себе там броненгены вишни, и можно иметь уже черешню настоящую. Может быть, чуть с кислинкой, может быть, чуть мельче, чем те же огромные плоды с Южной Азии, с Средней Азии. Вот сколько я вам наговорил. Все это лежит, и правильно никому не надо. Вроде бы я объясняю это толково. Ну, что такое обрезка, вот он, доказательства. Это я обращаюсь к другим друзьям, они сейчас обязательно скажут, Константинович, ну, сделай исключение, ну, отрежь. Вот я отрезал, смотрите. В этом году вы заметили, у меня в каталоге нет ни одной веточки черешни. В каталоге черенков. Константинович, пожалуйста, но в Астрахе риск. Хотя какой там риск на Средней Азии, если в Сибири полноносит. Вот, а черенков нет, нет, ну, вот и Связово. Так. Здесь, знаете, что интересно? О! Снова перед вами абрикос. Обратите внимание. Ну, мне 35 лет было, я только увидел. Вот они. Попробуй отсюда, вот, пульсай сюда попасть. Никогда, пока не прилетит этот половой орган. Я имею в виду шмель. У меня знаете, что интересно? Как весна холодная. Говорят, давайте вырубим все эти черебухи. Все, черебуха зацвела, значит, будет холод. Вырубим черебуху, и холода не будет. Будет лучше выражать. Но это шутка, ладно. А я сейчас о другом. Я о том, что... Когда весну шмельных так мало, я их хожу по саду и считаю. Один шмель, восемь шмелей, пятнадцать шмелей. Все. Ну, двадцать. А в чём нету, халата стоят. Приходит пара. Смотрю. Позаносят. Но тут уже надо вникать в эти нюансы. А у кого длиннее хоботок, вот этот. Назревел хоботок. А у кого короче. Видите, как сколько интересного. А теперь вы будете по нему и приглядываться. Я на тридцать шестом году заметил. Посмотрим, как вы. Вот она, пожалуйста. Вот они торчат. Первый раз я здесь не увидел. Как? Куда я смотрел? Что у них хоботки, а у абрикоса. А может, не у всех абрикосов. Вот, торчат. Даже вот сейчас, когда я вот эту фотографию делал, я на садах. И я ни слова не сказал, что у них длинные хоботки. Я тогда не видел. Тридцать лет слепой, как котёнок. Думаю, что же она на неё пыляет-то вот это. И обязательно нужен половой партнёр. Как мне говорят? Ну, мне может, хватит одного абрикоса. Я говорю, не хватит. Ну, два. Я говорю, не хватит. Почему не хватит? Я говорю, первый абрикос А должен опылить абрикос Б. Один из двух попал под заморозок. Всё. Ну, хорошо. Первый опылил пункт А, пункт Б. А кто того А опылит? Вот так. А взаимного опыления уже не получается. Это моя боль, моя гордость. Последний из трёх черношов покойных в 90-м году. Ну, это сколько, 29 лет прошло. Присал мне веточки. Чернослива. Ой, какой чернослив. Я показал фотографию, сейчас бы вот слюной захлебнулись. Но я же сегодня хаотично показываю, какая подвернётся. Даже не знаю, какая следующая будет. Ну, так перемешалось. Я вот Киселёва обращаюсь. Он имеет доступ ко мне сюда. Может быть, он как-то что-то сделает. Теперь надо рисовать в другую сторону. Начинаешь рисовать совсем другие фотографии, чем на общем плане. Вот, скакивает. Немножко мешает мне проводить лекцию. Ну, как могу. И так, значит, последний из трёх. А, я не знаю, помню, ты там последний, чтоб пять висело. Крупных, очень крупных с яйцом плодов. Какой чернослив. Это дерево сейчас погибнет и она. Больше его у меня не будет. Сергею в голову не приходится с ним работать, приносить его куда-то. Вот. Он и так занучился. Разве это жизнь. Мы же не живём. Мы же не селекционеры. Мы эти тупые зарабатывали денег. Где денег? Когда тут пройдём вспомнить про селекцию. Потерял же я жёлтую черешнюю. Уже всё. Уже всё, уже всё, уже всё. Только ещё одну раз клеточку взять, перенести. Дерево умерло уже от старости. А так и осталось одно. Так, выговорился. Вот это последнее. Показать вам, почему она последнее время доживает. Смотрите, крупный план. Вообще живого места нет. Вообще. И почему-то эта ветка жива и плодоносит. Вот это вот. Вот так распилить. Там, по-моему, это... Ни каоса, ни камбия. Ничего там наверняка нет. Как она живёт. Вот ещё раз. Я же ничего не придумаю. Вот смотрите. Вот она. И Савинич угосял плодами. Борька, ребята. Это всё весна. Это груша. Я её вспоминаю, почему. Ребята, обрезка страшная вещь. Мне было три нарядных ефимова. Потом четвёртую подсадил позже. Та огромное дерево с уникальными урожаями. Это то, у которого белка была. Эта берка была потеряна. А эта не была потеряна. Ещё до урожая я начал её резать. Крапсать и брать свои черенки. Вот осталось вот это вот. Всё. Вот всё, что осталось от нарядных его. А это уже снизу. Это течёт. Почему я его оставил? Я ждал, что оно оккультурится. У меня в таких случаях есть. Но ещё раз говорю. Мне везёт с косточками оккультурами. А вот семечка в яблоне гроши совершенно не везёт. Там столько трудно поддаётся объективной реакции, что думаешь, может, это и вовсе не везетативная геморизация, когда всё-таки плоды меняются. Припомните, я четыре пальца занимал. А везетативная – это только один из пальцев. За плодоносила, вот всё. Декарь и декарь. Такой же колючий. Вот. Не получилось. Ну, я особо на это не рассчитывал. Я просто любопытный. Да успею, успею, иду, подумал я. И позже. А вот это её собрат. Она вот тут вот, видите, слева вот она. А вот это её справа, получается, это её собрат. Десять скелетных прививок. Потом их стало девять. Потом их стало восемь. Семь, шесть, пять. И я видел, как они борются друг с дружком. Сейчас осталось две. Одна культурная, одна заничала. Хотя покупал все-таки, как суперкультурные. Вот так вот деревья выживают, не выживают. В общем, ничего хорошего нет. Лучшие годы позади. Лучше был бы один сорт, но какой. Так, в этом мы проходили. Это нам не задавали. А, вот на прикупленном участке всего две груши было. Дикая, вот она, Далий План. А культурная, вот она. Грустная красавица. Они настолько в разное время цветут, что ни один цветочек оттуда не опылит сюда, ни один отсюда не опылит туда. Выяснилось. Чистый эксперимент. Да, раз груш близко нету, рядом. Ну, тут забросный сад, там нет груши, там вдали нет. Где справа тоже нет. А там, где я сижу, там дорога. И вот что. Чистый опыт. Слабенький урожай. Лису и красавицы культурные. Сама себя опыляет. П как. Три последних года, что вот она при мне уже, я купил ее в пятнадцатом году, весной. Получается, в пятнадцатом, в пятнадцатом, в четыре года. Когда раз урожай, ну, двадцать груш. Все. В среднем. А Даня, ну, поздно зацвела впервые. Это тоже мои же груши, но соседу ее когда-то это. У него садили. А вот дикая ушиевистская груша. Приличный урожай. В этом году, он до сих пор не максимума, семь ветер собрал. Не можешь, я почему знаю, потому что мне пришлось вложить с кармана семьсот рублей. Вот. Вот потом двадцать раз пересчитывал эти деньги. Начиная понимать, как они зарабатываются. И еще, ну, еще, кроме этого, было собрано отдельно ведерко два, того девять. Но явно было мало тех грушек, которые в основном в саду. Там урожай был три раза гуще. А пылять было некому. Вот так. Вот вам и тачинки, вот вам и пестики. Вот видите. Так, еще. Когда вы корневые отводки, или вот эти вот самые, может быть, это даже не корневые отводки, может, это прямо с самого низа ствола, почки прострелись, прерываете, знаете, они будут расти. Но слабо-слабо, пока вы не пожертвуете вот этими основными столами. Вот это, ради этого я вот эту фотографию и вам показываю. Вот так вот. Ирга. Я таких био видел. Оно, огромное дерево, а так кажется, маленькое. Здесь, знаете, сколько? Четыре, восемь метров. Когда оно с листьями, ну, так кажется, вот гораздо больше и выше. Два таких знаю. Практического значения не имеет. Используется еще, кроме того, что можно все-таки иметь более дискоррозные, помните мои варианты. Садите, отрезайте верхнюю часть кроны, иначе пройдет время, и вы ни одной ягодки не достанете, если только автовышку подгонять. А она вот именно вот такой формы имеет. А второе ее предназначение заменить, как подвой. На нее прививаются груши. Но я не знаю ни одного удачного случая. Один раз как-то видел, где-то фотографию сказали, что привитую на ргу. Груша. И плодонность. Но один случай, до меня, которого сильно много я видел, наблюдал, конечно, это не впечатлило. Один случай. Это я пересаживал черный абрикос на новое место. На второй год он, из-за того, чтобы расти, он зацвел. Даже несколько ягодок было. Причина банальная. Переезд ему помешал. Многие мечтают о раннем полозношении. Я талдыщил, талдыщил, и буду талдыщить всю жизнь оставшись. Чем позже дерево. Это мой постулат. Постулаты уже должны быть акционами. То есть, если постулатка, это значит, что могут быть какие-то исключения из правил, отступления из правил, двойное толкование. А все, мы это все. Если кратчайшее расстояние между двумя точками, это прямая, значит, это и есть прямая. Все. Никакая кривая длини не будет. Вот так и тут. Но она должна звучать так. Чем позже вступит в отношение, тем более здоровое дерево перед вами. Любое вот это вот пышное цветение, аномальное по отношению к самому дереву, к размеру скелета, к возрасту дерева, и все, второй год. К, нет, третий, до пересадки год, и после пересадки второй. Получается, третий. Вот это вот желание дать максимум плодов, вместо того, чтобы расти. Все это болезненное состояние, связанное с желанием быстрее, хоть несколько семечек дать им. Помирать собираюсь. Ну, помирать я ей, конечно, не дал. Но пересадка это некомфортно, ход, худо-бедно, но корни покалечены. И даже то, что я сейчас кроны отрезал при пересадке, это тоже не радует. Это вынужденная мера, как я говорю. Но все равно это не подарок. Мы себя вообще не трогаем. Вот. И не было бы столько цветов, если бы не пересаживать. И оно было бы в два раза выше, мы все здоровее. Все эти желания пересадкой приближают плодоношение, переводом меток с островых на узаконенный прием. Все это дурь, дрянь и желание. Ну, я еще селекционер, но один из миллионов, который, я быстрее отрежу, быстрее пусть он сдохнет, но я успею плоды попробовать. Может быть, зря вообще вожусь, потому что, когда получается метром надува, непонятно, что растет, а надо ли его ждать лишний год, потом оказывается, что это дичок, как получилось у Мичурины, что он забраковал это. Что с привитого дерева нельзя брать семена, потому что вырастет дичок, так как подвой влияет. Когда он говорит, при чем тут подвой, есть папа, есть мама, есть песик, есть личинка, при чем тут подвой. А вот так вот, ой, разговаривался я, значит. Вот такие, к сожалению, с величайшим дурью считают, что вот это вот рады, морозобольные. А здесь уже все, вот эта кора отсыхает, отвалится когда-то, а эта новая кора совершенно здоровая, абсолютно морозостойкая. Вот, нет, возьмут вот так вот, смотрите, в учебнике, выбирает такой вот снимок, вот так обведут его красным карандашом, если рядом, рука с ножом зловещим, остро оточенным, да, а дальше начинается, вот, вы вырежьте, протравите, забарьте дерьмом коровим. Я все думал, где же они коров-то, это, то есть, я понимаю, в 19 веке коровы были, когда же посреди Москвы можно было встретить корову, ну, одноэтажная Москва, вот. Где они сейчас возьмут корову, почему, даже не задумываясь, пишут, открыл старый учебник 19 века, вот, а там написано, корове дерьмо. Ну, ну, и 20 век, знаете, пишут. Ну, это ладно, это я уже проходил. Главное, чтобы дури не маялись и не считали вот это вот за это, за раны. Вот это уже настоящая рана, вначале, это тот самый, я уже два раза рассказывал, может быть, кто-то уже помнит. Вот это вначале было отпелено, низкое мешало ходить. От нее пошло вот это целое дерево, целая ветка здоровенная погибла. Когда она погибла, я пришлось отмирить, а уже, вот это грибы, их тоже, их не надо трогать, они, это их законное место. Вот, кто-то вот это резал, мой предшественник, кого я купил дачу. Вот, вот это и прошло сюда, сюда, сюда. У меня есть целый цикл, когда он ко мне в телевидение приезжал, я показывал мощный абрикос мой, манчжурский, который тоже был, и тоже несколько приемов. И последний я уже фотографию сделал одного поняк. Дуя величайшая. А те, кто верит, ну, земляк с Херсоном, понимаете, так красиво рассказывает, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А та дама, которая говорила, что надо осенью и зимой резать деревья, обрезку делать, у нее миллион просмотров, а четверть миллионов. И та, которая, это, понадергала этих рисунков, причем даже не поняла, что в одном рисунке она загущает, в другом делает раны. То есть загущенное убирает, даже не ветер, а голос проникновенный, а люди верят в эти, а уши развесили. А как это все остановить? Мы с тремостами просмотрены. Вот все, вишни, это Серега все пытался продать. На третий год зацвела, ни одна не продана. Вот, видите, какая она, чем хороша? Вкусная, слабая, вот. Она, это самое, она вкуснее, чем вишня, просто вишня. Вот я на юге ее ел. Ну, это много вишни можно съесть. Переработку, да, кто бы спорил. Варенье, соки, компоты, чего надо делать? Ну, это, она же кислая, вишня, вишня, она кислая. А эта сладко-кислая, а ее горстями жрешь. Не надо никого, вся Россия, ладно бы она была, мы в Москве там кругом. Вы зайдите на выставку, вы зайдите в эти институты, вы зайдите на выставку. Вы много там вишни видели, вот все. Елена Александровна, я забыл вас спросить. Вы видели в этом, в Мечоринске, вишневолочное? Ну, это, пустыни натуральные, так шерсти это. А кто бы вам сказал, что она там расти не будет? У нее слабая храневая шейка. Ну, так не закапывайте косточку на 5-6 сантиметров, как учит. Не закапывайте сады, не вспомните, молнившие корни не даст, а готовься сгниет. Не садите в ямку, и вдруг окажется, что ей дать-то. В чем разница? Она и сырость-то держит. Оказалось, как это, землокое лето. Так, прививка персика. Это Илья Александровна, я ее тренировал. Вот. А это у меня весь процесс. Только вот, знаете как, так как я вынужден идти снизу вверх, ну, ничего страшного. Вот, имея вот эти снимки, да, вот эти просто, не надо ни одного слова печатного, не надо ничего говорить. Чем хороши мои фотографии? Уже этого достаточно, вот этого, чтобы просто, допустим, освоить прививку. В данном случае скелетную. Вот, опять-то самое, волосы вишни. Вот. А это уже другой тип прививки. Все, вы уже умеете. Все. Все. А теперь видите, каким трудом, и как трудно сделать, чтобы не запачкать. Я вам показывал, чем кончается пачкание. Помните? Вначале самое. Вот. Хоть сейчас в учебник. Хоть сейчас. Ну, это не интересно, красота спасет мир. Но я все, что нельзя кушать, я игнорирую. Ну, посадил когда-то. Красиво. Неделя и все отсвело. А так не пытался размножить. Вот так вот. О, вот эти две фотографии, это мой ветеран. Вот. Я не скажу, что это крупное дерево. А академики, они, Дмитрий Трофе, они не самые огромные. Смотрите, оно зацветает. Это чудо. Это не может быть. Я за последние 20 лет с ним взял, сколько, с 1000 селеньком взял. Как оно выжило? Я ничего понятного. Он должен был быть сдохнуть давным-давно. Вот. На сколько его, сколько его, сколько его степенал назорец вот этому вот. Там сам-то, академик, он же и без этого. Вот. Книска Клани из Казьмину. Вдалека уже без этого имел гену назорцев всегда. Дальний Восток все выходить. Ой, красота какая. Зацветает. Был рожай из слабеньких, но был. Самый большой плод. Ой, не знаю, я забыл. Есть фотографии? Взвешенные 113 грамм, но они были еще более крупные. А. Вот они. Печки-то торчат. Вот они. А как же, да, смотрел. Почему я не мог понять, откуда берется, это, частичная самоплодность, полная самоплодность. Сергей отрезал вместе с урожаем. Некуда садить было. Вот это вот, Сима, знаете, для чего я сделал? Я скажу. Даже не догадайтесь, можно было конкурс объявлять. Абрикосы родились, то ли в горах, первый абрикос, или посажен был кем-то, вот. Первым садоводом, Адамом, Евой, или садим Богом. То ли в горах, то ли в пустыне. Ну, почему бы, точно не знаю, в горах они меньше, бывает же, кустарниковая, скальзая, допустим. Вот. Внизу же, там же, в этой же дальневосточной тайге. С трехэтажного дерева, огромный абрикосы, размеры дикие. Страшные. А эти, два обхвата стволы. Представляете, вот это вот, тоже абрикос. Ну, здесь бы, вот, это у меня рядом не все, вот здесь бы, вот, в этой. Тут земли-то чуть-чуть посадить бы, и посмотреть, как они выросли. Оказывается, что не так много земли-то надо. Что вот все вот это вот, самое, дурь, что кто-то когда-то взял, пробовали на яблони. Они самые устойчивые, потом, кажется, все, что вот это дурь с ябой, с забитой перегной дном. Вы попробуйте ребенка кормить одним шоколадом, он первый же год умрет. Ну, попробовали эти самые, один бясом, это самое, в Тундре. Поумирали, к черту, все. Умирали целыми деревнями, не знали даже. Путешественники тоже. Добрались до севера, а там, медичьих полно, рыбу полно. Умирали. В лучшем случае, без единого зуба возвращались. Чуть живое. Вот это вот закармливание, одна из причин. А здесь вот, пожалуйста. Растет себе, растет. Посмотрите, голые эти скалы, я смотрю. Все лесом заручено. Где они? Да еще густо, да еще 10-метровые. Да еще и выше, еще корабельные сосны растут. Их земли-то нету вообще. Все в этих лесах покрыто. Да на какого хрена им эти самые ямы-то нужны? Да еще саженцу, младенцу. Яма набитая перед моим. И вот эти водопроводения, которые хватит до 300 лет вперед. Но это же не осилит, умрет. Я железо специально в компост садил чистый. Я, я нарочно это делал. Мне интересно, где граница-то разумного? Единственное, что мне научил этот превосход на хозяйство. Знаете, чем? Я уже скоро заканчивать буду. Хотя, вот, впереди таких меня с фотографиями вебинаров на 100. Не испугал? Вот. Превосход на хозяйство. Ну, пусть это было лет 30 назад. Ну, 25. В сахозе таком-то заполнили ямы. Переглая, посадили, сад, сад погиб. Ну, как я мог пойти мимо этого факта? Ну, никак, стол тоже посадил. Посадил нарочно. Погиб. А потом смотрю, есть же граница с всему. Открываю, это мошенники, которые долго первое место держали по мошенничеству. Фирма «Бекер», да? Ну, нарисуют плоды и продают вам нарисованные. Так вот, якобы выросли такие. Заполняйся, я бы, 50-50 с перегноем. Если 100% перегноя умирали, так почему они должны 50% процветать? Вот так. Вот эта фотография мне навеяла вот такие мысли. А там, как хотите. То есть, может, вы подключались все давно. А это с апреля мой абрикос. Просто с апреля. Я выкопал их. Я выкопал, ну, на привык, 20 штук. Два были вот такие. То есть, хотя все они. С одного дерева. Манджирского патриарха. Снегу было в этот раз больше, обычно, где-то сантиметров 30. Для нас это много. Обычно 10-15. Ну, 20. А тут 30. И смотрю, начали преть. Вот, видите. Уже отбор. Если бы... Дальше я продолжаю эту, как бы, астрополяцию. Смотрите. Например, снегу было бы 40. У меня же. Не у кого-то там, а у меня же. Ну, у меня имеется в виду Сергея Железина. Так. Наверное... А у меня было их 2 из 20. Наверное, было бы 3-4 из 20. Допустим, снегу было полметра. Вот он же халмы не делал. Это же питомник. И как раз они оказались все на ровном месте. У меня часть питомника, где откос. А где прикупили, вот сейчас, например, 3. Там ровно просто как горизонтальная поверхность никаких этих. И вот, пожалуй, тенденция. Значит, что опять проблема с халмами. Забыть дебильную посадку. А она впереди еще будут долбить этих докторов наук. Не ведут, что творят. Вот это яркий пример. Вот так я сделал фотографию. Вместо того, чтобы это... Я помахиваю привить и посадить. Нет. Ребята. Полюбуйтесь на нашу природу. Полюбуйтесь на нашу природу. Апрель. Это я уже пропускаю. Недавно писали фотографию. Я еще не комментировал. Ну, это Моисеевцы. Ну, судя, ровненькая строчка идет туда. Значит, не так уж дела плосны у человека. Но, если это еще не до лета, если осень, то слабоватенькая. Вот это интересная фотография. Знаете, почему? Так, мы начали в 20 минут потеряно. Сейчас все 9 минут. Я, как обещал, используем 2 часа, и мы закончим. Готов, Валерьевич. Так. Это я назвал ассорти манджурских абрикосов. У меня говорят, почему ассорти? Ну, вот это в данном случае из трех разных деревьев. А почему они разные? Вот что интересно, у меня еще фотография не получилась. Вот одна. И вот вторая. Они, на самом деле, еще больше по расцветке отличаются. Но, внимание, догадаться несложно. Я не знаю, насколько это манджурские абрикосы. Насколько в них сохранились качества. Самое главное качество, чем манджурские абрикосы. Это даже не плоды, а манджурские абрикосы. Значит, что кто-то привил, и у него появляется собственный материал семенной. Так же? На второй, третий год можно засвести, и все свое. И не надо железо вкладиться. Так. А почему они все разные? Объясняю. Один привит. Не так. На один был привит. Манджурец. Иван Жив, здоров. На второй королевский. А на третий. Ой, я уже это, заговариваюсь. На один был привит. На манджурца. Одного был привит. Академик. Второй королевский. Третий. Фаина. Что получили? Мы получили разную расцветку. Уже, значит, плоды будут разные, характеристики будут разные. Где-то, может быть, передалось. Ну, кроме цвета, что-то должно быть еще передаться. От этих роскошных собратьев. То есть, от привитки вниз. Гены перешли в основание. И там у меня фотография есть. Ну, когда мы доберемся? Еще же говорю. Как колодокарты. Это я жалуюсь. От Александра Валерьевича. Что случилось, я не знаю. У меня такое, это... Как оно... Зима в водной части перетасовалось. Летний, среди зимних. Зимний, среди осенних. Показать роскошные плоды. Они будут позже. Но я решил, растянул на сотни вебинаров. Хотите, смотрите. Сколько всего ждет вас. Вот, пожалуйста. Кто-то купит веточку. А что с него растет, неизвестно. А кто-то мне напишет. А пришлите мне одну веточку. Цена, одна цена, одна цена. Хотя, вообще, это в сумме называется ассорти. Смесь черенков. Эту фотографию мы проходили. Передается или нет от лишней... Это сливовости лишней гены и закрепились ли они, не зная, я сказал. Но вопрос был задан. Значит, наш человек. Вот эту фотографию видели. Вот она сюда влепилась. Хотя она не должна быть тут. Еще раз говорю. Или у вас будут низкорослые деревья. Ветки, как дополнительные опоры, будут, в крайнем случае, под грузом урожая. Под грузом мокрого, тяжелейшего снега. Под этим снегом, под снегопадом, когда он будет садиться, и ветки начнут загибать вниз и ломать. Вот. Дерево можно сохранить только низкоростое, коренастое. А вот эти вот самые метелки, которые, вы помните, от грейда пошло, полутораметровый голый штамп, а потом пошел верик. Ну, что это такое? Вот это все. А дальше придет и к вам, ребята. Рано или поздно. Сегодня здесь, завтра там. Ураганные ветры, они, видимо, бывают только в разных регионах. И когда вот, то никто не знает, потому что, если даже хоть что-то зацепилось за холодную Россию, хоть что-то растет из этих штабов дебилев, подлых, предательских, это все ломает ураганными метрами. А что люди видят? У него сломал, он стоит, плачет, годы потеряны, Брухин, больше лезть не садить не буду. И у соседа еще заглядит за забор. А так, чтобы увидеть, что во всей области, когда прошел ветер, 30 метров в секунду, это ужас. Только то, что к земле прижалось, только то и выживет. Имейте это в виду. А с каждым годом все хуже, с каждым годом все сильнее. Впервые за 200 лет и прошло, поехало. Так, это мы проходили. Вот, проходили. А, лапит, по-моему. Он говорит, да, все выгодно, все отвязал и прикнул в эту ветку. Бой совет выполнен. А ведь эта ветка, она решающая. Это страховой фонд. Замерзнет эта ветка вон она где. Помните, я вам показывал свои? В Эйзеле, несмотря на соревновательность Бороза. Так, ребята, прошло 2 часа. Значит, что? Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, а нет, 4 минуты, что дальше я делаю? Какое-нибудь ключевое бы найти. Вот с этого дерева, вот видите, королевский абрикос. А вот это вот, тот самый ненавистный, ненавидимый, страшно. Вот этот вот самый, как он так и называется, волчок. Жирующий. Вот с него веточки те были нарезаны. То есть я еще и продаю веточки. Но это уже не дикай. Да, он светлее. Да, как положено, чем светлее, тем дичее. Но он не настолько дихий, чтобы не дать вам вкусные, какие-то сладкие плоды. А вот смотрите, видите, на дальнем плане справа. Это то самое дерево, да, с которой дикай, с которой мы получили плоды 50-60 грамм. Это моя рекордсменность, мой джурсер. Вот, кого-то здесь чудеса ждут. Сейчас я прорезу, нет ли ключевого. Вот эти вот, покупайте, я их нарезал. Это та самая. Родецкая нарезала, я так назвал. Ключей, полуяблочки. Сейчас, может, еще кто-то. Значит, никто не покупает, так и нет, его не продал. Только один такой подарил. Хотя, называются подарочные. Вот, Антон Валерьевич, правда, уже сказал, не покупает. Присыл мне, 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 не покупает. Продолжение следует...